Здание театра. Построено в 1904-1906 годах. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Минусинский театр с полным правом можно называть одним из старейших в Енисейской губернии. Во второй половине XIX века, уже через несколько лет после открытия в Красноярске местной драмы, окружной город на юге Сибири отважился на театральные постановки. Это стало возможным благодаря неутомимой деятельности общества, любителей драматического искусства, душой которого стали представители местной интеллигенции в лице Олимпиады Волконской, Елены Малининой и Николая Ярцева. Первый спектакль «Милые бронятся, только тешатся» состоялся в зале благородного собрания 22 ноября 1881 года и был организован в пользу музея. Вырученные средства от другого драматического представления, без вины виноватые, состоявшегося через год, предназначались для нужд городской общественной библиотеки. Самодеятельные актеры показывали примеры благотворительности, хотя уж кому-кому, а им-то нужно было в первую очередь подумать о собственном благополучии. Дело в том, что общество любителей драматического искусства не имело своего помещения. Спектакли проходили в большинстве случаев в зале благородного собрания, бывшем доме купчихи Матрены Беловой. И только через несколько лет, после премьерных представлений самодеятельных актеров, ими была куплена старая деревянная казарма, бесхозный склад купца-солдатова. В скудном помещении не имелось даже освещения, и репетиции шли при свечах. Зато сами представления становились настоящим праздником. За вечер, как правило, давались два-три спектакля. Их дополнял дивертисмент, русские народные песни и романсы чередовались с чтением стихов. А в завершение, вплоть до выгона коров, для артистов и зрителей предлагались танцы. Весело протекала жизнь в старом Минусинске. Если бы еще выделялись средства на постройку достойного здания, но свободных денег, как всегда, в городской казне не находилось. И только прибывший в город политически ссыльный Феликс Конн спас положение. Ученый-этнограф предложил хитрый план. Он предусматривал возведение двухэтажного здания депо пожарного обоза Минусинского добровольного пожарного общества с передачей любительскому театру верхнего этажа. Нашлись у этой идеи и недоброжелатели, которые не хотели видеть лицедейство вблизи Соборной площади. Но все страсти улеглись по мере возведения стен каменного здания, предназначенного в первую очередь для обеспечения пожарной безопасности уездного города. Документы свидетельствуют, что возведенный театр имел три яруса. Портер, предназначенный для размещения представителей местного чиновничества, несколько лож, а также амфитеатр. Зрительный зал мог вместить до 600 человек, что было роскошью по сравнению с теми условиями, в которых прежде находились городские артисты. Керосиновые лампы освещали фойе и зрительный зал, а сцену – лампы и сальные свечи. Строительство театра в Минусинске пришлось на период Первой русской революции. В городе было неспокойно, и в момент торжественного открытия, состоявшегося в конце 1906 года, стражи порядка предприняли повышенные меры безопасности. Здание театра вошло в историю революционной борьбы на юге Енисейской губернии. В его стенах было впервые заявлено о переходе власти в руки Минусинского совета рабочих и солдатских депутатов. Здесь состоялся и сам уездный съезд, сформировавший исполнительные органы по управлению Минусинским краем. Печальная страница в биографии Минусинской драмы «Пожар», случившейся ранним январским утром 1931 года. По иронии судьбы, театр, который родился под эгидой добровольного пожарного общества, полностью выгорел, еще и потому, что именно пожарные проявили свой непрофессионализм, слабо организовав работы по тушению огня. Отсутствие помещения на протяжении нескольких лет заставило труппу ютиться по рабочим клубам, гастролировать по краю, и это стало далеко не единственным переездом. В период Великой Отечественной войны коллектив театра был вынужден передислоцироваться в Канск. Именно там творческий коллектив разделился на две труппы, положив начало Ачинскому драматическому театру. В настоящее время с восточной стороны фасада ведутся работы по реконструкции исторического объекта, возводится административно-хозяйственное здание. Это значит, что к юбилею города театр предстанет в обновленном виде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова